Ну что же, уважаемые дамы и господа, наш эфир начинает. Это интереснейшая программа. Вы услышали ее позывные, наверное, вы уже узнали о том, что или в этих позывных вы узнали название нашей программы. Конечно же, это «Свободное мнение» с Юрием Гимельфарбом. Просьба, устраивайтесь поудобнее и настраивайте ваши радиоприемники на волну так, чтобы вы хорошо нас слышали и, может быть, даже видели. И, пожалуйста, давайте поприветствуем, во-первых, автора и ведущего этой программы Юрия Гимельфарба. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте, мои дорогие чикарцы. Здравствуйте, дорогие зрители. Я приветствую вас. И сегодня у нас в гостях замечательный человек, которого вы знаете и, безусловно, любите. Это российский журналист-социолог Игорь Александрович Яковенко. Здравствуйте, Игорь Александрович. Здравствуйте. Игорь Александрович, у меня первый вопрос о событиях в Екатеринбурге. Я напомню нашим зрителям, что в городе Екатеринбурге Российской Федерации в центре города вместо сквера решили вывести огромный храм, отняв у горожан сквер. Именно поэтому и возникло такое определение скверный храм или захрамление сквера. Игорь Александрович, что вы думаете о текущей ситуации? Те, кто внимательно следил за этой ситуацией, знают, что последние новости, то, что когда этот вопрос задали Путину, он сначала сделал вид, что он только что узнал об этом противостоянии, хотя на самом деле противостояние было очень серьезное. Ну и попросил, да, назвал, сказал, что это что, безбожники там выступают против храма? Ну, корреспондент местной газеты сказал ему, что это люди не безбожники, они просто не хотят лишаться привычного места отдыха. И тогда Путин, будучи уверен, что по-прежнему в России действует вот этот тезис православия, самодержавия, народность, он порекомендовал провести опрос. Опрос провели. В результате, причем опрос проводил в ЦИОМ, крайне лояльный, я бы сказал, даже, так сказать, находящийся на службе у администрации президента Центр. В результате 74% выступили против строительства церкви на месте сквера. Там, если не ошибаюсь, по-моему, 8% только высказались за то, чтобы сквер был построен. Это, безусловно, некоторая неожиданность для власти. Вообще, на самом деле, все вот темы, которые мы сегодня будем обсуждать, они связаны одним. Власть российская, начиная с Кремля и до самых низов, низовых структур власти, они совершенно не представляют себе, в какой стране они живут. Они совершенно не представляют себе людей, которые населяют эту землю. Люди во власти были уверены, что это какая-то кучка людей протестует против храма. Владимир Соловьев, известный безумный боец информационного фронта, обозвал протестующих против храма бесами. И, более того, он вообще назвал, что это бесовский город. Город, в котором убили последнего императора, что это вот бесовский город. Ну, оставляем на том месте, где должна быть совесть у этого человека, его слова. Это действительно уникальное явление, когда человек, который себя считает журналистом, называет, обзывает целый четвертый по размеру город в России, полуторамиллионный город бесовским. Ну, ладно. Но вот выяснилось, что на самом деле жители Екатеринбурга не хотят, в подавляющем большинстве, то есть 74% это очень много, в подавляющем большинстве не хотят, чтобы им, так сказать, на голову поставили этот домик секты РПЦ, секты Гундяева. Значит, люди против этого протестуют. Здесь совершенно очевидно выявились следующие вещи. Первое, это, я уже сказал, абсолютное непонимание настроения людей. Второе, это то, что на местах начальства, поскольку это люди, которых просто назначают, они выбирают, они абсолютно не имеют никакой обратной связи с населением. Третье, что довольно существенно, это то, что Русская Православная Церковь, которая все равно настаивает, чтобы были какие-то храмы, значит, она на самом деле не является каким-то образом связанной с населением. То есть, и вообще, на самом деле, вот этот миф о религиозности россиян, он является абсолютно надуманным. В России очень мало действительно религиозных людей. Это достаточно очевидная вещь. И я думаю, что когда, я абсолютно убежден, что в тот момент, когда придет конец путинизму, у Русской Православной Церкви, которая, как известно, была воссоздана, патриархия была воссоздана Сталином Иосифом Виссарионовичем в 1943 году. Так вот, этой церкви имени Иосифа Виссарионовича Сталина придет конец. Вот точно так же, как пришел конец Русской Православной Церкви в 1917 году. Я вообще вижу здесь прямую сверху между этими событиями, потому что тот главный процесс, который идет сейчас в России, это распад Российской империи. Который начался в 1917 году, продолжился в конце 80-х годов, и сейчас он, с моей точки зрения, с момента, когда стала окончательно уходить Украина от России, я думаю, что это финальная стадия распада Русской империи, Российской империи. И вот отношение к Церкви является симптомом этого распада. Тогда у меня неизвестный вопрос, Игорь Александрович. Я цитирую Александра Чезарова, который сказал, что это случилось в 1917 году, когда попы не дали с колоколем, а что это произойдет. Будет ли то же самое, что попы не сбрасывать с колоколем и выше в Церкви? Ну, я думаю, что Александр Глебович, как всегда, немножко, так сказать, содержание приносит в жертву форме. Он любит всякие блескучие фразы. Я думаю, что такого не произойдет, просто мне представляется, что вот эта ставка на государствование Церкви, она является попыткой возместить несуществующую идеологию. Дело в том, что в путинской России, вот в том виде фашизма, фашизма 21 века, который является обличием путинской России, идеологии нет. В поисках вот такой идеологии вот придумали это РПЦшное православие. Я думаю, что это абсолютно надуманная такая короста, которая пытается налепить на Россию, утыкать ее всю церквями. Я думаю, что это абсолютно временное и искусственное построение. Я не уверен в том, что попы будут, так сказать, летать с колоколем. Зависит от того, как они будут себя вести. Если в момент, дело в том, что я думаю, что судьбы конкретных священнослужителей, судьбы клира РПЦ зависит от их поведения в момент исчезновения путинского режима. Попы летали с колоколем в 17-18 годах, потому что тогда все-таки официально православие было государственной религией. И действительно, так сказать, самодержавие было во многом завязано на идею православия. Сейчас все-таки это в большей степени надуманная история. Поэтому я думаю, что все пройдет гораздо более... В отношении попов, я подчеркиваю, только в отношении попов. Я думаю, что пойдет все гораздо, так сказать, более вегетариански. В отношении чиновников, не знаю, здесь другая история, другой вопрос. А попы, скорее всего, понимаете, клир РПЦ, он после того, как, так сказать, все с ним сделали, то, что с ним сделали за 74 года советской власти, это очень трусливые, очень жадные. В среднем, я не говорю сейчас о ярких фигурах, они есть. Это довольно слабые и очень зависимые люди. Ведь когда Иосиф Виссарионович создавал патриархию, он заложил основы глубочайшей подчиненности РПЦ по отношению к спецслужбам. Они все, безусловно, были, так сказать, агентами, стукачами КГБ. И за ними этот след тянется. Это слабые люди, которые, так сказать, не будут очень сильно протестовать. Поэтому сколоколен. Зачем? Они туда и не заберутся, если вот в час икс. Хорошо, но дело в том, что протесты в России не ограничиваются только вестеринством. Сейчас очень драматические события происходят в Индушетии, где после, я подчеркиваю, разрешенного митинга 26-27 марта, сейчас там будут массовые репрессии. У меня вопрос, как вы считаете, вот власть вот этими именно показательными массовыми репрессиями в Кавказской республике? Они провоцируют войну или что? Я полагаю, что это продолжение той темы, которую мы начали по Екатеринбургу. Опять-таки, российское начальство просто совсем не понимает, с кем оно имеет дело, когда что-то предпринимают. Вот в угоду главному кавказскому хану, в угоду Рамзану Кадырову, стали, значит, менять границу. Ингуши, то есть, это надо было делать, чтобы это надо было совсем не понимать вообще, с кем имеют дело. Потому что Ингуши, это совершенно отдельный, это на Северном Кавказе уникальный этнос. Абсолютно уникальный. Он уникален тем, что он, так сказать, имеет, что называется, пережил двойное давление. Это люди, которые находились, с одной стороны, в очень жестком подавлении со стороны Российской империи, так же, как и чеченцы. Но они еще постоянно находятся в оппозиции ко всему своему окружению. Они находятся в оппозиции к чеченцам. Они находятся в оппозиции, с которыми они были в одной советской автономной республике. Они находятся в оппозиции к православным осетинам. То есть, это достаточно жестко сплоченный народ. Если говорить вот о таких приметах этой жесткой сплоченности, она заключается в том числе, ну, как маркер этой сплоченности. То, что, например, ингушские девушки практически не выходят замуж за неингушей. В основном это все ингушские внутриэтнические браки. Это очень важный показатель. То есть, это люди, этот народ, который умеет защищаться. Это народ, который очень остро воспринимает любое посягательство на свой суверенитет. Этнический, территориальный, политический и так далее. И это народ чрезвычайно бедный и ограбленный. Это республика одна из самых бедных на территории России. И вот с таким народом попытались обращаться, ну, извините, не сочтите за русофобию, ну, как с жителями какой-нибудь там, я не знаю, Тульской или, так сказать, Калужской области. Ну, это надо совсем ума лишиться. Это просто совершенно другой этнос. Это другой механизм реакции. Другая цена жизни. Они воюют всю жизнь. Они, так сказать, это люди, которые, это горцы, у которых, так сказать, совершенно другие отношения с миром. И вот с такими людьми попытались обращаться, вот как, извините, так сказать, там, я не знаю, с московскими сеслибами или там с московской уличной студенческой тусовкой. Попытались их там разогнать и так далее. Конечно, они восстали. Конечно, они никогда не смирятся с тем, что будут перераспределены границы. Они никогда не смирятся с тем, что их сейчас лишают права на референдум по поводу изменения границ. Поэтому они будут поступать, они будут перекрывать трассу, что, собственно, произошло, вот эту вот Кавказскую трассу. И, конечно, это абсолютное безумие то, что федеральная власть в угоду Кадырову, потому что Кадырова воспринимают как смотрящего на Кавказе, как человека, которому даны абсолютно эксклюзивные права в Российской Федерации. По сути дела, Путин платит дань Кадырову, огромную дань. Эта дань намного больше, чем Россия вплоть до начала XVIII века, как известно, платила дань, или, по крайней мере, должна была платить дань Крымскому хану. Еще Петр I, так сказать, был последний русский правитель, который прекратил эту практику. Так вот, если брать, я в свое время посчитал, если брать, сейчас цифрами не буду забрасывать, если брать ту дань, которую Россия сначала, Московское царство платило сначала Золотой Орге, а потом Крымскому хану, и посравнить с тем объемом дотации, которая вкладывается в Чечню, то Кадырову Россия, Путин платит намного больше, чем русские князья платили дань, так сказать, Золотой Орде. Намного больше, там совершенно другие цифры, ну, опять-таки, приведенные к тем, так сказать, денежным единицам. Вот. И вот решили, помимо вот этой дани, еще и умаслить Кадырова территориальными приобретениями. Это, конечно, глупость. Там у меня еще один вопрос. Есть еще одна горячая точка в Российской Федерации, это 6, так называемые, мусорные протесты против мусорного фигона. Но напомню нашим зрителям, что Аркангельская область, это не средняя полоса России. Там люди выживают за счет охоты и рыбалки. Там нет дачных участков, где могут вырасти баклажаны, перцы и так далее. И против мусорных полигонов люди выживают ради выживания. Игорь Александрович, Ваш прогноз по поводу этих протестов? И вообще, вот эти протесты... Знаете, если бы это была единственная точка, где концентрируется мусорный протест в России, то здесь можно было бы говорить о каких-то вариантах. Ситуация в Аркангельской области, она усугубляется еще и тем, что речь идет о том, что вот этот полигон, он строится для того, чтобы туда свозить московский мусор. И вот это уже придает протесту, мусорному протесту, ярко выраженный политический характер. Потому что на самом деле, если говорить о общественных настроениях в России, то одной из главных волн, главного недовольства, это протест всей России против Москвы. Это давно. Вот этот москвоцентризм, он, конечно, очень сильно достал всю остальную Россию. Значит, Москву в России не любят. Каждый, кто служил в вооруженных силах, в советских и в российских, знает, что москвичам там бывает сложно. Потому что москвичей не любят. Значит, и в принципе, вот сама вот эта вот конструкция, когда московский мусор, то есть москвичи свой мусор, свое, извините за грубое слово, дерьмо привозят в Архангельскую область, это вызывает, естественно, это придает вот этому экологическому протесту, мусорному протесту еще и политическое измерение. Но Архангельская область далеко не единственная, где существует эта проблема. Она существует по всей России. Она существует в Московской области. Там тоже, кстати говоря. Но это совершенно не значит, что они позитивно могут отнестись к тому, что москвичи свой мусор опять-таки свозят в Подмосковье. Поэтому протесты вот такого рода, они по всей России. Россия не знает, что делать. Ну, как, знает, конечно, но в России никогда нет денег на то, чтобы решить эту проблему так, как она решается цивилизованно в Европе. В России осуществляется не раздельная переработка, а захоронение отходов. То есть, фактически, это такое, так сказать, заметание мусора под гардероб, как это делают плохие хозяйки. Там под кровать, под гардероб замели, и все в порядке. Потом это все там гниет и так далее. Поэтому я полагаю, что, ну, понимаете, если, значит, у полковника ФСБ обнаруживают наворованных денег в количестве в три раза превышающим долг, так сказать, России в ПАСе, то есть, вот, значит, Россия должна парламентская ассамблея, ну, вообще, Совет у Европы, она задолжала за три года 60 миллионов евро. У полковника ФСБ обнаружили в три раза большую сумму. Ну, почти в три раза. Значит, ну, вот, значит, можно сказать, что, так сказать, там, у лейтенанта должно быть вот столько наворованных. И этих денег вполне достаточно для того, чтобы решить мусорные проблемы. Но нельзя, надо же, там, помимо полковника ФСБ, есть еще и генералы, помимо ФСБ есть еще и МВД, которые тоже воруют. Вот, поэтому денег на решение мусорной проблемы не хватает. Проблема эта при путинском режиме решена не будет. Потому что путинский режим не имеет инструментов для решения такой проблемы. Игорь Александрович, давайте мы сейчас перейдемся на сферу рекламу, после которой мы продолжим нашу беседу, а также наши зрители смогут задать вопросы. Возвращаемся в программу Юрия Гимельфарба «Свободное мнение». В этом сегменте, как вы уже слышали, Юрий любезно согласился принять ваши звонки. И поэтому набирайте номер телефона 847-400-5200. Ну, а у нас уже есть первый звонок, Юрий. Давайте примем. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Алло, говорите. Мы вас не слышим. Перезвоните, пожалуйста. Юрий, прошу вас. Еще месяц до начала протеста в Индустрии и событий в Екатеринбурге, профессор Валерий Савалей, он сказал, что осенью текущего года в процессе будет нарастать, особенно после выборов в Международной Думы, и будут привести к совершенно непредсказуемым последствиям. Вы согласны с этим впечатлением? Ну, в таком виде это предсказание можно считать примерно таким же, как обычно предсказание делал Нострадамов. Ну, то есть в таком вот достаточно общем виде. Ну, да, Россия вообще непредсказуемая страна. И вообще, что может произойти в любой момент, могу сказать, что мало кто предсказывал, например, в ситуацию вот этих протестов 2011-2012 года. Даже для организаторов. Ведь когда вышли на улицу, совершенно неожиданно было, что так много людей почему-то вдруг будут возмущены очередными фальсификациями результатов голосования. Много было до этого фальсификаций. Но в этот раз почему-то что-то перемкнуло, где-то звезды сошлись, и люди вдруг вышли на улицы. Что произойдет после очередных выборов 8 сентября? Трудно сказать. Ну, да, идет довольно серьезная подготовка со стороны российской оппозиции. Понятно, что в Московскую городскую думу не пустят целый ряд оппозиционеров, которые будут мешать Собянину воровать московский бюджет. Потому что московский бюджет – это такой лакомый кусок, что, конечно, допустить к его распределению хоть как-то, хоть краешка оппозиционеров невозможно совсем. Ну, поэтому, скорее всего, будут фальсифицировать. Будет ли готово к этому моменту, так сказать, общественное настроение к серьезным протестам, сказать довольно трудно. Здесь вопрос, с моей точки зрения, упирается не в то, что, да, протесты будут, безусловно, вне всякого сомнения. Вопрос, как мне кажется, в другом. Ну, протесты будут, и будут их разгонять. Ключевой вопрос заключается в том, что будут ли силовые структуры готовы к очень жестким мерам по подавлению в том случае, если народ начнет сопротивляться. Потому что до сих пор вообще картинка вот этих вот уличных протестов, она выглядела так. Собирается несколько тысяч человек на московских улицах, на московских площадях, и туда врываются космонавты, как их называют, то есть спецназ в шлемах и в доспехах, и совершенно спокойно по одному выхватывают, избивают тут же и заталкивают в автозаки. А молодежь, которая там присутствует, она вокруг всего вот этого безобразия сталкивается, и несколько сотен человек стоит и фотографирует все это. Все. В отличие от украинского Майдана, когда люди вступали просто в силовое столкновение с представителями силовых структур, в России этого нет. Потому что, ну, недостаточно мотивации. Потому что есть понимание, что солидарности не будет. Есть понимание, что, так сказать, вот на площади мы все вместе, а в суде и в тюрьме каждый будет один. И примеров такому огромное количество. У нас в оппозиции нет солидарности. О тех людях, которые сейчас сидят в тюрьме, в основном забывают. Ну, есть правозащитники, которые там доводят дело до Страсбургского суда. Но и со Страсбургским судом у нас проблема. Потому что товарищ Зорькин, глава Конституционного суда, уже заявил, что далеко не все решения Страсбургского суда Россия будет выполнять. Ну, там, с Зорькиным это отдельная беда, что с ним произошло. Вот. Так что вот такая история. Да, предпосылки, безусловно, есть. Предпосылки, безусловно, есть. Но насколько, так сказать, это может изменить ситуацию, не знаю, Россия, подчеркиваю, Россия непредсказуемая страна. И поэтому тут Соловей правильно делает, что он прогнозирует такие вещи. Вероятность довольно велика. Что из этого получится, сказать очень трудно. А тогда у меня неизбежный вопрос. А что должно произойти, чтобы у людей переломилось сознание, чтобы люди осознали, что их спасение на солидарность? Я могу сказать, что должно произойти. Прежде всего, люди должны увидеть, что, вот, так сказать, речь идет о непосредственной угрозе их жизнедеятельности. На самом деле, с моей точки зрения, на сегодняшний момент должны сойтись несколько факторов. Прежде всего, надо, чтобы мировая общественность осознала, что она имеет дело не с каким-то там таким рядовым диктатором, авторитарным начальником, таким, как, там, Ирдоган, например. Ну, тоже авторитарный правитель. А в случае с путинским режимом речь идет о самой большой угрозе человечеству за все время его существования. Потому что, просто самый большой, ничего похожего не было. Ни там в XIII веке, когда Чингисхан начал свое выступление, ни, так сказать, позже, там, с Наполеоном, до этого с Тимуром, и даже с Гитлером. Не было такой угрозы. Потому что у этого человека в руках ядерное оружие. И, в принципе, ядерная заточка, которую он потрясает постоянно, она в какой-то момент может быть пущен и в код. То есть, речь идет об уничтожении. А чем занимается путинский режим? Он устраивает неприятности по всему миру. И в какой-то момент это может все громыхнуть. Поэтому непонимание того, что люди имеют дело с самой серьезной опасностью за всю историю человечества, приводит к тому, что с ним заигрывают. Вот сейчас идет волна попыток вернуть Россию в парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом всерьез говорят и главы министерства ФРГ, Франции и так далее. Ну, что это такое? Значит, Трамп высказывает желание с ним встретиться, поговорить. О чем? О чем? Какой предмет разговора? Опять-таки, это непонимание всего масштаба угрозы. Если будут приняты серьезные, по-настоящему угрожающие существованию режима санкций, то это почувствуют люди. И люди поймут, что с этим режимом надо заканчивать. Это одна сторона вопроса. И вторая, должны почувствовать проблему защиты этого режима силовики. Я могу сказать, что когда рухнул Советский Союз, то в значительной степени это причиной этого было то, что силовики, в общем-то, в массе своей отказались выполнять преступные приказы по подавлению протеста. Мы знаем прекрасно, чем закончился ГКЧП. Силовики просто отказались в массе своей выполнять преступные приказы. Вот и все. Вот это должно сойтись. Понимаете? Вот это вот настроение. И это зависит и от внешнего воздействия, и от внутренней. И, конечно, оппозиция российская должна перестать быть такой беззубой, которой она является сейчас. Должны все-таки возникнуть какие-то появиться какие-то... Да, я понимаю, что зачищены поляны очень серьезные. Должны появиться лидеры, которые способны действительно за собой повести. Пока, к сожалению, с этим у нас большие-большие серьезные проблемы. Ну, Александр Александрович, а вот смотрите, финансовое удовольствие силовиков во времена Советского Союза в последние годы, я имею в виду, оно было очень низким. И это сыграло не последнюю ситуацию, что силовики просто отказались. А сейчас силовиков задавляют. Сейчас есть великолепно финансированная Росгвардия. По сути дела получается, что режим может спать по-другому. Так что ли у нас получается? Ну, это пока. На самом деле, безусловно, у режима есть достаточно... Почему я не могу на 100% разделить уверенность профессора Соловья в том, что что-то произойдет этой осенью. Потому что действительно, когда говорят о том, что российская экономика, Россия в целом катятся в пропасть, это метафора и не очень точная. Российский режим, российская экономика и Россия в целом не катятся в пропасть, она в нее сползает. И вот эта траектория сползания отличается от траектории свободного падения в пропасть очень серьезно. Потому что мы не понимаем сколько запас у российской и экономики и у российского режима путинского достаточно большой. Достаточно большой. По сути дела то, о чем вы говорите. Но в какой-то момент денег не будет хватать на какие-то вещи, в том числе и силовые. Потому что есть определенный вот этот пирог он сокращается. И мы видим как сегодня там идут посадки идут каких-то людей от этого пирога отбрасывают. Мы видим что в каких-то случаях там пенсии не хватает пенсии прежде всего не хватает силовикам. И мы знаем что был эпизод когда группа как раз сотрудников ОМОНа они записали обращение к Путину что им не дают пенсии они бедствуют. Это пока единичный случай. Но увеличение числа этих случаев неизбежно. Неизбежно. Потому что сползание все-таки российской экономики оно происходит. Не существует никаких инструментов у путинского режима чтобы переломить ситуацию в экономике. Просто нет. У него нет такой опции. просто нет ее. И поэтому конечно рано или поздно это все всхлопнется. Когда предсказать невозможно. Этой осенью не знаю. Не думаю. Хорошо. Так недавно Тюмен Шак Навального пришел некий спецназвец вот уже знакомо опубликовал его персональные данные что это не пей это реальный человек и он сказал что в спецназе министерство обороны Министерства обороны проводилось анкетирование причем персональное анкетирование на тему того спецназа спецназовцы стрелять народ а я напомню что указ президента Российской Федерации от я не ошибаюсь 2017 года согласно которому любые подразделения министерства обороны в случае чего могут быть переданы на два мы называем это означает что режим это столкновение с собственным образом вы знаете то что путинский режим готов фактически на любое преступление как за пределами Российской Федерации так и внутри наших границ это очевидно вопрос не в том готов ли не готов а вопрос в том выполнит ли вот такой преступный приказ и это зависит вовсе не от каких-то высоких моральных качеств и не от гуманизма людей понимаете вот люди чувствуют общественное настроение вот они их чувствуют и если общественные настроения будут таковы что те же самые спецназовцы почувствуют что так сказать народ против них народ огромное количество потому что они живут ведь почему например когда были протесты во Владивостоке на Дальнем Востоке страны почему местный ОМОН не использовали привозили прилетал подмосковный ОМОН почему в Ингушетии местный местный ОМОН тоже ничего не делал по разгону демонстрации митингов привозили ОМОН из других регионов но в конечном итоге количество обязательно перейдет в качество невозможно вот таким вот образом значит как там в шахматах или в шашках вот это вот фигуры переставлять по всей доске не хватит ОМОН для того чтобы закрыть протесты если если они одновременно будут там в двух десятках регионов просто не хватит а люди которые находятся вот местные которые находятся на территории региона где они должны подавлять протесты они при большом количестве народа стрелять не будут просто не будут стрелять так произошло в Армении например когда просто женщины выходили узнавали ну Армения маленькая страна по сравнению с Россией и поэтому когда там было противостояние когда так сказать вот была очередная смена власти последняя я пришел к власти Пашинян то просто узнавали ОМОНов что говорили ну ты что делаешь вообще ты в кого сейчас собираешься стрелять мы же твои соседи я маму твою знаю и это создает невозможность вот оголтилого такого бездумного потому что они все таки не деревянные солдаты Урфина Джуса они люди и в какой-то момент это срабатывает и потом срабатывает просто инстинкт самосохранения они понимают что происходит в конечном итоге хоть и они не спинозы все но тем не менее срабатывают инстинкт самосохранения и еще одно важное обстоятельство о котором я говорил когда мы начали разговор по Екатеринбургу у путинского режима нет идеологии нет идеи за которые кто-то будет умирать нет идеи поэтому массовое подавление в условиях гражданской войны расстрела и так далее они все таки базировались на том что были фанатики в том числе были фанатики которые говорили вот есть идеи за которые надо умирать и убивать какая идея сегодня существует в России в путинской России за которые вот путинские так сказать силовики готовы убивать и умирать за так сказать миллиарды Абрамовича за миллиарды Фридмана или так сказать Дерипаски Мусманова за что они должны умирать за что они должны убивать и они в общем это понимают поэтому в какой-то момент это все сработает и в какой-то момент вот все-таки безусловно уличная активность она станет драйвером перемен это не значит что только уличная активность это значит что и внешние санкции это значит что и точки роста какие-то в каких-то законодательных собраниях на местах они нужны потому что иначе вокруг чего это все будет консолидироваться потому что Советский Союз исчез прежде всего потому что в том числе вернее потому что была точка сборки это был так сказать российский парламент это был российский президент который смог противостоять это была точка сборки было куда было чьи приказы выполнять не ГКЧП а легитимного российского главы государства вот что-то подобное должно возникнуть и сейчас почему я считаю что там при всем при всем убожестве российских выборах мне все-таки надо принимать участие чтобы были хотя бы муниципальные депутаты которые могли бы сказать не эти вот в Кремле а мы здесь власть вот это тоже необходимый компонент который нужен для того чтобы в какой-то момент протесты привели к уничтожению путинского режима Игорь Александрович у нас осталось 6 минут последний вопрос а как вы относитесь к которые сейчас озвучивают уже на самом высоком уровне введение в Россию государственной идеологии это давняя история и вот эти стоны по поводу того что у нас там 13 статья которая запрещает государственную идеологию что надо срочно ее завести эти стоны идут давно эти стоны постоянно раздаются из телевизора там от Карена Шахназарова от Соловьева от других безумцев это абсолютно пустое дело потому что государственную идеологию нельзя написать в кабинете государственную идеологию нельзя придумать она должна существовать для путинской России это невозможная вещь это ну я вас я на сто процентов гарантирую что не существует технологии привить с помощью какой-то там генетической прививки путинскому режиму какую-либо государственную идеологию которую кто-нибудь придумает это пустые хлопоты так что здесь пусть развлекаются пусть безумствуют это с одной стороны устойчивость путинского режима отсутствие идеологии а с другой стороны его слабость и в конечном итоге это будет одна из тех слабостей которые его похоронят устойчивость я могу объяснить потому что путинский режим благодаря отсутствию идеологии он как пылесосом втягивает себя все здесь и сталинизм пожалуйста сколько угодно здесь и имперский национализм и так сказать религиозность православная здесь и фашизм типа дугинского типа и так далее он впитывает себя все здесь и какой-то вариант там правого либерализма потому что в правительстве полно правых либералов пожалуйста сколько угодно то есть он в какой-то степени толерантен к любой идеологии за счет этого в какой-то степени он впитывает себя так сказать как пылесос впитывает себя весь мусор и вот такая вот так сказать гибридность этого режима она позволяет ему выживать но в какой-то момент когда потребуется мобилизация отсутствие идеологии сработает против него содержательную беседу очень интересно и надеемся на скорую встречу будьте здоровы